Формакокинетика изучает закономерности процессов, происходящих с лекарственными средствами в организме. У лекарств есть различные пути введения. Существуют таблетки, растворы, спреи, мази. В зависимости от формы их можно вводить перорально, внутривенно, внутримышечно, ингаляционно, интерназально и накожно. После введения лекарство всасывается и попадает в кровоток, затем распределяется среди тканей, после чего оно метаболизируется и выводится из организма с мочой и калом. Подробнее поговорим о всасывании. Всасывание – это процесс, при котором вещество попадает в кровоток. За исключением внутривенного введения лекарственное средство должно пройти несколько клеточных мембран, прежде чем оно попадёт в кровь. Движение через мембраны может происходить путём пассивного транспорта, при котором не затрачивается энергия, либо с помощью активного транспорта, который зависит от АТФ. Пассивный транспорт может протекать в виде облегчённой или пассивной диффузии. Посредством облегчённой диффузии большие водорастворимые и полярные вещества проходят через клеточную мембрану с помощью транспортных белков, например, каналов и белков-переносчиков. Пассивной диффузией из области высокой концентрации в область низкой концентрации перемещаются жирорастворимые и неполярные лекарственные вещества. Иногда необходимо, чтобы лекарство перемещалось против градиента концентрации. В таком случае работают белки-переносчики, которые используют АТФ для транспорта препарата в клетку. В некоторых случаях размер молекулы настолько большой, что клетка использует эндоцитоз, который сопровождается поглощением вещества, выпячиванием мембраны и образованием визикул. Скорость и объём всасывания зависят от нескольких факторов. Одним из них является уровень pH в месте абсорбции. Большинство лекарств представляют собой либо слабые кислоты, либо слабые основания и могут находиться в заряженной либо в незаряженной форме. Не имеющие заряда молекулы, жирорастворимые, неполярные и свободно проходят через клеточную мембрану. Заряженные, в свою очередь, водорастворимые, полярные и не способны легко проходить через клеточную мембрану. Соотношение двух форм зависит от pH окружения и силы кислоты или основания. Эта сила измеряется показателем pKa, значение pH при котором концентрации заряженных и незаряженных форм равны друг другу. Когда слабая кислота в заряженной форме, A-, попадает в окружение с низким pH и множеством ионов водорода, H+, кислота присоединит один ион водорода и перейдёт в незаряженную форму. Такая форма может легко проходить клеточную мембрану. Если же заряженная форма слабого основания BH+, попадает в щелочную среду с высоким pH и низкой концентрацией ионов H+, основание теряет ион водорода и приобретает незаряженную форму B, которая также легко может проходить через клеточную мембрану, как и HA. Таким образом, слабокислые препараты лучше абсорбируются в кислой среде, например, в 12-перстной кишке, а слабые основания лучше всасываются в щелочной, например, в дистальных отделах подвздошной кишки. Но несмотря на то, что, например, в желудке среда кислая, он не подходит для всасывания даже слабых кислот из-за толстой слизистой оболочки. Другим фактором, влияющим на абсорбцию, является способность поверхности к всасыванию и её площадь. Лучше всего всасывание протекает в тонкой кишке, где есть циркулярные складки ворсинки и микроворсинки, а площадь поверхности составляет около 250 квадратных метров. Кровоснабжение, место всасывания и наличие еды или других частиц в желудочно-кишечном тракте также относятся к факторам, которые могут стимулировать или, наоборот, подавлять абсорбцию. Всасывание можно измерить с помощью биодоступности – количество лекарственного средства, которое попало в кровь. Например, человек перорально принял 100 мг аспирина, и только 60 мг попало в кровоток. Тогда его биодоступность будет составлять 60%. Подробнее обсудим распределение лекарственных средств в организме. Распределением называется транспорт веществ из кровотока в различные ткани организма. Скорость и объём распределения опять-таки зависят от некоторых факторов. Первый фактор – это ток крови к различным тканям. Лекарство, конечно же, быстрее попадёт в органы с более сильным притоком крови – в головной мозг, печень и почки. И в последнюю очередь препарат достигнет органов с малым притоком крови – кожи и жировой ткани. Но для того, чтобы лекарство попасть в ткани головного мозга необходимо сначала преодолеть гематоэнцефалический барьер. Этот барьер высокоселективен. Он не позволяет проходить большим водорастворимым частицам из крови, а пропускает лишь небольшие и жирорастворимые молекулы. Следующим фактором, влияющим на распределение, является степень связывания с белками плазмы. В плазме крови лекарственное средство частично связывается с белками плазмы, например, альбумином. Однако только не связанные с белками частицы лекарства могут свободно проникать в ткани, а вот связанные молекулы пребывают в плазме, создавая депо. Ещё одним важным фактором является объём распределения лекарственного средства – показатель, отражающий степень захвата препарата тканями организма из плазмы. Предположим, что мы ввели в кровь 100 мг препарата, и он не выводится из организма, а через час его концентрация в плазме составит 50 мг на литр. Для расчёта объёма распределения необходимо разделить количество введённого препарата в мг на концентрацию препарата в плазме в мг на литр. Итого получаем объём распределения, равный 2 литрам. Мы лишь предполагаем, что лекарственное средство равномерно распределяется по всему организму, но это не всегда так. В любом случае препарат с небольшим объёмом распределения, например, 3 литра и меньше, главным образом удерживается в плазме. Лекарственные средства с объёмом распределения, который равен 16 литрам и более, распределяются во внеклеточной жидкости. Препараты с объёмом распределения 46 литров и больше могут распределяться по всему организму. Резюмируем. Всасывание представляет собой процесс перемещения лекарственного средства из места введения в кровь. Оно может протекать путём пассивной и облегчённой диффузии с помощью активного транспорта и эндоцитоза. Абсорбция зависит от следующих факторов. Путь введения лекарственного средства, уровень ПАЖ среды, химические свойства вещества, способность поверхности к всасыванию и её кровоснабжения, длительность контакта с поверхностью всасывания и наличие пищи или других медикаментов в ЖКТ. Биодоступность – это мера абсорбции, распределение лекарственного средства, транспорт веществ из кровотока в различные ткани организма. Распределение зависит от степени кровоснабжения тканей, проницаемости капилляров и связывания с белками плазмы. Объём распределение – показатель, отражающий степень захвата препарата тканями организма из плазмы крови. На этом у меня всё. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нём друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте. Это очень помогает развитию канала и нашей работе.